Сегодня 15 июля 2016 года. У нас сейчас по времени 43 минуты 9, то есть вечером. Ребята сегодня у нас в лагере. Девочки ушли у нас... Руках убери. Девочки у нас сегодня ушли шить у Надежды Васильевны Лапкиной. Остались вот братья наши младшие. И чтобы они так просто не слонялись, играть на поле обычно вечером мы играем в футбол слишком скользко. То есть можно еще и сырым быть. Я решил, Господь положил так на сердце, заняться Словом Божьим. Потому что сегодня проводил урок по заповедям Господним, по Библии. Смотрю, они даже не знают, понятия не имеют, что такое вообще содержание Библии. Где какая книга находится. То есть это очень большой пробел. И решил восстановить это. Дал им каждое место Писания сейчас, чтобы он каждый из них нашел сам лично и заучил. И вот сейчас вот каждый из них по очереди будет рассказывать, кто заучил. Я. Первый у нас кто вообще на руки поднимал? Я. Давай с тебя начнем, потому что ты один из первых был у меня. Я третий. Я третий. Александр, расскажи. Нет. Только четко и ясно говори. Но Бог свою и вот... Нестор, отойди. Встану. Его не видно. Убейте сюда. Я забыл. Забыл. Ну все, повторяйте. Так. Я знаю. Так, подожди. Вот Кирилл. Кирилл, ты заучил свою? Нет еще? Нет, да. Давай, Алексей. Ибо... Ибо возмездие грех, примите смерть. Ада, ада... Я знаю. Я тоже не могу. Давай. Давайте. Послание к Кремлям. Можно я на больше? Третья глава, 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Давайте я. Вот я. Так. Кто еще? Максим давай. Вы повторять, повторять. А тем, которые... Ты не посмотришь. А тем, которые принимали Его, вершие во имя Его, дал власть быть чадами Божьей. Чадами Божьей. Повторяй. То есть четко у вас, как говорится, должно быть, как от зубов отскакивалось. То есть четко ясно. Еще есть такое изречение. Подожди. Есть такое изречение, надо знать, говорит, как Отче наш. То есть Отче наш точно, надо же сто процентов знать наизусть. Остальные места писания тоже. Нестор, следующий, кто у нас еще? Я выучил. Давай, Нестор. Римлянам, 10 глава, 13 стих. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот Нестор, хочу его, как говорится, похвалить. Это Господь ему так дал памяти и разумение, Слово Божие вообще. Раньше мы с ним заучили места писания. То есть он знал наизусть все 10 заповедей Моисеевых. Это исход 20 глава. Потом 9 блаженств. В Нагорной проповеди. И в Англии от Матфея. И другие многие места писания. То есть он четко, ясно всегда отвечал. Бывают моменты, конечно, если не повторяет, он забывает. Об этом у него есть талант. То есть этот талант ты должен, Нестор, развить в себе. Иначе ты его зароешь, и Господь отнимется. Это все Духом Святым дается. Вспоминание Своего Божия. Тарас, ты заучил? Вон я. Может попытку сделаешь? Нет, да? Вон я. Ну давай, еще раз. Ибо возмездие грех, смерть, а дар Божий, жизнь вечная. Во Христе Иисусе. Господи. Господи нашим. Нашим. Где это написано? Римлян, 6 глава, 20-30 стих. Можно я опять? Римлян, можно я повторю? Можно я повторю? Давай, повторю. Ибо возмездие за грех, смерть, а дар Божий, спасение, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Давай, что ты хотел повторить? Я хотел свое. Давай с ним не скажи. Кремлинам, 3 глава, 20-30 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все, эти короткие. Самое большое попалось Михаилу. Может, у меня потом в другое место писание тоже. Михаил сказал, что у него меньше, без всяких. Тихо, молчи. Ты будешь раз повторить? Ты заучил, Кирилл? Заучил. Говори. А мне сначала рассказывать? Конечно, рассказывай. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Где написано? Третья глава, 16-й стих. А где, какого Евангелия? Атеанна. Вон ее, пожалуйста. Молодец. Что? Скажи, Евангелие. Ну, это ты знаешь. Это ты знаешь. Агустова. Агустова. Давай вот. Александр, Господь. Ну, Бог, что ее любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были в грехах. В гречниках. В гречниках. Где это написано? В послании Римлян, язва, глава, 8-й стих. Да, правильно. Детям, возьмем. Включайте, конечно. Я хочу сказать, что я читал. Да что ты так шепотом? Нет, как-то я читал. Сложите книгу. Я смогу показать какую. Давай, показывай. Вот. Это нужно знать всем детям. Что там для себя полезного взял для себя. Там написано, что такое Библия, что такое Бог, что такое грех, что такое Иисус Христос, что Он для тех, чтобы спасти. И там, и там вот говорится, что такое Галя. Отписывается. И тут из Нового Завета и пластырь, кажется. Псалтырь. 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 Вот, и тут написано. Тут еще есть, когда прочитаешь, тут есть еще иногда вопрос один или два вопроса. Почему Библия называется? Слава Богу, ну, на тему вопроса всякие. Вот я ее читал. это все прямом эфире идет а как и даже в ухе ковыряешь и сейчас давай хотя бы прочитай какое местописание все стою все стою двери и стучу если кто услышит голос мой и отворить дверь войду к нему и буду вечерять с ним и он со мной где-то написано прочитай хотя бы если даже какое местописание когда кто-то считает до другим молчат слушаем ибо я первоначально преподал вам что и сам принял то есть что христос умер за грехи наши по писанию описание где-то написано это или как называется первая колинфия какая глава пятая глава 15 15 глава 3 3 стих 3 стих вот такое место писания вот слава богу где написано что иисус сказал что сказался апостолам двенадцати апостолам что он будет распят и воскресить не третий день вот это место писания не полностью сразу ты где-то прочитал сейчас по писанию а ты миша то что вот он сейчас прочитал ты миша описание он это об этом говорил евангелие повторял что отвлекайся не туда я вам тоже прочитал вот сейчас прочитал михаил место писание по писанию то есть описание согласно писания кайса и 53 глава говорится о том как господь будет мучим то есть пророчество дает свой сайт это 53 глава с 5 стиха но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились но он инстезуем был но страдал добровольно не отрал уст своих как овца введен был на заклане как анкист при стригущему безвластен так он не отверзал у своих вот так вот ему назначили гроб со злодеями но он погребен у богатого потому что не сделал греха не было лжи в устах его вот 4 стих прочитай это михаил не отвлекай место не отвлекай ты отвлекаешь зачем тебе слава боже слушай 4 стих прочитай и что он погребен был и что воскрес в третий день описание писание то есть это уже говорится погреба воскресенье от у царя давида салма говорится а что погребен был вот написано что 9 стих и соя 53 глав 9 стих ему назначили гроб со злодеями но он погребен у богатого потому что из делу греха и не был же устах его как раз его богатого похоронили но все слава богу за все есть что добавить еще только почитали положили где-то мы взяли закладочку можно взять еще на закладочки где водят этим не еще не только частей чтобы у нас еще пожалуйста нет Слава Христа